добрый день дорогие друзья и гости канала с вами леонора гид в праге и в этом видео я хочу показать свои находки на барахолке в городе закупы и давайте начнем смотреть находки замечательных чашек ленинградского фарфорового завода вот такая красота мне попалась в этот раз чашки произведены были еще в советском союзе глубокий синий цвет с золотым оформлением по краю чашки по моему это называется ора пластика три чашки я купила в одном месте а потом в другом месте нашла еще одно и тарелки к ним но та единственная она отличается рисунком хотя я думаю что это в общем-то не очень важно все равно они очень красивые и вот одна чашечка имеет вот такой рисунок по краю какие-то цветочки или ягодки а тарелки к этим чашечкам нашлись вот такие это тоже кобальт но совсем другая фабрика это немецкие чашки сделаны были в гдр на фабрике фрайбергер написано что это настоящий кобальт фабрика существует с 19 по моему столетия была закрыта сейчас ее возродили она снова выпускает продукцию и посмотрите как они идеально подошли к чашкам ленинградского фарфорового завода и следующая тарелка это с таким вот люстровым покрытием я его не очень люблю но она мне досталась практически даром вместе с вот этими синими чашками от lfz рисунок этот называется три грации или когда-то еще в советском союзе помните многие мечтали приобрести этот сервис называли мадонна эта тарелка выпущена в чехии то есть это современная тарелка выпущена фарфоровой фабрикой в карлаварском крае в месте нова ролла и тут написано что она декорирована вручную но это естественно деколь но если присмотреться то видно что есть дорисовка в некоторых местах вот эта тарелка и три чашки от lfz стоили 70 чешских крон или 280 рублей еще одна находка это акварельный рисунок такой замечательный пухлый птюч это синичка и есть подпись автора ну я не знаю что это за художник и меня это в не особенно волнует мне про мне очень понравился этот рисунок единственное что меня смущает это точки это не пыль и это не на поверхности стекла а это под стеклом я не знаю или это бумага такая или возможно это уже от времени потому что вот если судить по обратной стороне то это уже достаточно имеет преклонный возраст и возможно это появилось от времени я не хочу скрывать и мыть изнутри пока пусть она так будет посмотрите какая детализация как прекрасно выполнена птица я вообще люблю картина выполненные акварелью если это какие-то растительные мотивы если это животные птицы поэтому ее с радостью купила торговалась но единственное что уступил продавец это 50 крон то есть он хотел за эту картину 300 крон а продал мне ее за 250 но или если вам удобно в евро то это будет 10 евро вот такая замечательная птица ну я купила еще майсинский букетик как без него не могу пройти мимо и не остаюсь никогда равнодушной это фабрика старого ролла фарфоровая фабрика морец декауэр вот такое у нее клеймо это деколь у меня уже несколько таких тарелок есть я их покупаю исключительно из-за этого рисунка эта тарелка стоила 50 крон такие тарелки достаточно часто можно встретить на барахолках их продают от 50 до 100 крон и еще одна находка это вот этот замечательный бебезьян это фабрика штайф немецкая руки-ноги на креплениях игрушка винтажная она сшита из махера но есть уже местами проплешины но мы простим потому что обезьянка имеет действительно преклонный возраст она коллекционная до головку у нее так вот крутится в двух местах на барахолки продавали таких обезьян в одном месте и я ее там успела снять продавалась такая обезьянка за 1000 крон я нашла в другом месте за 300 крон и в конечном итоге мне продавец уступил ее за 250 крон у меня уже есть похожая обезьянка но большого размера а это как мне нравится небольшая наверно около 20 сантиметров что она будет на моей коллекции игрушек от фабрики немецкой штайф вот такие у меня находки были на барахолке в городе закупы спасибо вам что досмотрели это видео до конца если видео вам было интересно если вам интересны предметы из прошлого ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч всего вам наилучшего